Песков Вопросы только два. Как вы считаете, почему сейчас прозрел американский Минфин и заодно Белый дом, а второй вопрос задан потом? Мне кажется, американский Минфин и Белый дом прозрели уже достаточно давно. Они прозрели тогда, когда в самый первый список санкций они включили не только Владимира Путина, но и всех тех людей, которых в России за много лет до этого обвиняли в коррупции. Тем самым они первый раз политически сказали, что мы считаем, что российским государством и решения политические в российском государстве принимает определенный набор людей. Они непосредственно финансово связаны, и их финансовые интересы объединены с личными интересами Владимира Путина. И они перечислили этих людей и включили их в санкционный список. Все вот эти вот Артенберги и Ковальчаки, они все там были. А теперь они для тех, кто не понял, повторили еще раз уже напрямую. Да, то есть просто сенсация это в чем? В том, что представитель Минфина США сказал, что да, мы считаем, что Путин вовлечен в коррупцию. Но это, в общем-то, и так раньше заявлялось. Поэтому я никакой сенсации не вижу. И все, что сказал американский Минфин, мы, в общем-то, и так это знали, что компания Гунвор, которая экспортировала огромную часть российской нефти через свой швейцарский офшор, она была создана в интересах, в коррупционных интересах Владимира Путина и его ближайшим соратником Геннадия Тимченко. Это, мне кажется, очевидно всем. Вот как раз к вопросу о том, что и все и так давно у нас об этом знали. Выборный год, да? Для наших избирателей вообще это важно знать, что высшие чиновники, причастных к коррупции, об этом говорят за границей. И это как-то может повлиять на выборы? Или наше общество совершенно спокойно к этому относится? Воруют, пусть дальше воруют, пусть только не трогают нас. Вы серьезно спрашиваете меня о том, насколько гражданину России важно знать, что руководитель России является коррупционером? Конечно, важно знать. Это принципиальное знание, потому что коррупция не дает нормально функционировать государству вообще. Ничего не может случиться, никакая правильная реформа. Начиная от реформы здравоохранения и заканчивая реформой МВД не могут состояться, потому что руководители страны вовлечены в коррупцию. Она отнимает у них время и, мало того, она диктует им те или иные политические решения. Начиная от выборов и заканчивая развязыванием войны. Ну, знать-то они знают, но реакции совершенно никакой нет. Ну, что значит нет реакции? Посмотрите на любой опрос. Посмотрите на те опросы, которые проводит фонд борьбы с коррупцией. Когда мы спрашиваем людей, не только мы, и даже государственные социологические службы, считаете ли вы коррупцию и угрозой национальной безопасности? Все говорят, да, считаем. Будете ли вы с ней бороться? Нет, извините, у нас куча всяких дел. Мы заняты сейчас. Это расхожее такое мнение, что значит в России все знают о коррупции, всем на нее наплевать. Все про нее действительно знают, но никому не наплевать. Может быть, это общественный договор? Это не является общественным договором. Просто, ну а как обычный человек, я не знаю, вы как радиожурналисты или просто любой... Расскажите вы, как обычный человек должен поступить? Любой обычный человек. Он в нормальной политической системе идет и голосует за тех, кто ему нравится. Именно поэтому я и сказал, что коррупция диктует, меняет политику государства, потому что для того, чтобы сохранить свою возможность быть коррумпированным, похищать огромные деньги, Владимир Путин в частности сделал так, что многие люди, включая меня, не могут участвовать в выборах. Для этого они устроили цензуру в средствах массовой информации, для этого они создали систему, которая может быть изменена либо в результате революции, либо в результате ее естественного краха. То, что мы... Вы спрашиваете, почему люди не совершают революцию? Нет, я не спрашиваю. Я спрашиваю, почему они не реагируют? Как они должны реагировать? Отвечая на вопросы сологов, они говорят, мы знаем о том, что коррупция, мы знаем о том, что воруют. Но Путин в этой системе как-то вообще существует отдельно. Он как будто бы сам по себе. Он отделен вообще от этого всего. Он какой-то такой, не знаю, сакральный персонаж, который... Да, чиновники воруют. Да, кругом коррупция. Да, мы знаем про дело Чайки. А вот он как-то вообще здесь особняковый. Это не совсем так. Я не согласен. И, ну, здесь просто есть реалии авторитарной системы. И они характерны не только для России. Посмотрите на чудовищно коррумпированные режимы, которые существуют на территории всего бывшего Советского Союза. Вся Средняя Азия. Ну, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на огромное количество стран. И везде точно так же. Непосредственный руководитель государства сам организует эту коррупцию, но население его не критикует. Почему? Потому что цензура, потому что пропаганда и, самое главное, потому что аппарат насилия. Ну, будешь очень много критиковать, посмотрите на присутствующего здесь в студии, извините, меня. Мой брат сидит в тюрьме только исключительно за то, что я критикую, в том числе, Владимира Путина. Против меня было возбуждено несколько уголовных дел. Мне запрещено участвовать в выборах. Любой обычный человек смотрит, ну, если это сделали с Навальным, что же сделают со мной. Поэтому он молчит. И в этом смысле Россия не является ничем уникальным по сравнению с любой другой авторитарной страной. Про заседание антикоррупционного комитета недавнее. Там чудесно боролись с коррупцией, да, обсуждали меры. Чиновники меня поразило в новости. И чиновники различных ведомств жаловались на предложения о взятках, почти возросшие почти в 6 тысяч раз. То есть они сами говорят, нам стали очень много предлагать. Сделайте уже что-нибудь с нами. Вот как результаты этого антикоррупционного... Этот антикоррупционный... Да, кстати, надо сказать, что Чайка входит туда. Вот, я хотел об этом сказать. Мне особенное удовольствие было, конечно, узнать об этом заседании антикоррупционного комитета, с учетом того, что сидит Чайка, один из главных таких борцов, в кавычках, с коррупцией, которые, ну, с точки зрения фонда борьбы с коррупцией, мы выпустили на этот счет фильм, я думаю, все слушатели «Эхо Москвы» его смотрели. Мы просто доказываем, что он, его семья и руководство Генеральной прокуратуры вовлечены не просто в коррупцию, а на самый настоящий бандитизм. И то, что он остается в этой комиссии, он говорит об ее бесполезности. Но, знаете, для нас, чтобы было интересно, что Путин, в общем-то, во многом повторил все те предложения, о которых говорим мы. Ну, например, Путин в первый раз заявил о том, что, значит, имущество, полученное в ходе незаконного обогащения, оно должно изыматься. Ну, он так это расплывчато сказал. Но, в общем-то, это наш законопроект. Мы же внесли в рамках нашей компании 20 требования ратифицировать статью о борьбе с незаконным обогащением и сделать так, что если чиновник не может объяснить, откуда у него то или иное имущество, активы, это само по себе является составом уголовного преступления. Ну, нечто подобное сформулировал Путин. Мы уверены, что, конечно, они не дадут этому законопроекту быть принятым, но мы видим, что они реагируют на общественный запрос. Они же должны что-то сказать. Вот они раз в год выходят, а что такое ритуальное говорят? Именно потому, что, возвращаясь к тому, что вы сказали в самом начале, население недовольно, и они это очень хорошо чувствуют. Вы смотрели фильм «Тайное богатство Путина» на Би-Би-Си? Конечно. Я такие фильмы всегда внимательно смотрю. Для российского зрителя, но тем более для меня, ничего нового, конечно, в этом фильме нет. И я читал очень много разочарованных комментариев, потому что люди думали, ну вот сейчас Би-Би-Си как что-то такое покажет, ого-го-го там. Уж они-то раскопают. Уж они-то раскопают и прямо покажут Путина, как он открывает сундук, а в сундуке, значит, у нас алмазы, бриллианты и изумруда. Они сказали те вещи, которые мы давно знали, но нужно понимать, что этот фильм, он ориентирован на западного зрителя, на британцев, на американцев, люди, для которых, ну, в общем-то, даже то, что сказано, это разрыв шаблона. И он и сделан, ну, с учетом каких-то таких реалий, которые понятны западному зрителю. Потому что если бы они показали на Би-Би-Си фильм «Чайку», люди, зрители британские, подумали, что просто какое-то сумасшествие, такого быть не может. Именно поэтому там идут ссылки на ЦРУ, на каких-то определенных политиков, на конкретных свидетелей. И насколько я понимаю, вот то, что показано в фильме, на британскую аудиторию, конечно, произвело шок. А британская аудитория зачем это знает? Путин является одним из важнейших игроков во внешнеполитической повестке всего мира. Россия — страна, которая входит в Союз безопасности ООН. Это по-прежнему крупнейшая, важнейшая, влиятельная мировая держава. И так или иначе, все иностранные политики важнейшие, они взаимодействуют с Путиным. Мы видим, что Путин желает, чтобы Россия имела ключевую, играла ключевую роль в сирийском урегулировании. Поэтому, опять же, публика... Многие вещи не понимают. Они просто решили объяснить, кто есть в студии политика. Алексей Навальный, мы говорили про фильм «Тайны богатства Путина». Наш слушатель спрашивает, раз господин Песков заявил, что это фильм «Клевета», почему тогда Кремль не подаст в суд на BBC, дело выигрышное, заодно и престиж главы государства подняли бы? Не подает за клевету, ровно по той же самой причине, почему мы не можем ни в одном московском суде добиться того, чтобы приняли нашу жалобу против «Чайки». Потому что мы докажем его коррупцию, а он ничего не сможет сказать в подтверждении своего бреда, что иностранные спецслужбы сделали фильм. То же самое, если Кремль попытается формализовать и пойдет судиться, BBC, журналисты, кто угодно, они выкатят такое количество реальных фактов, которые подтверждают путинскую коррупцию. Этих фактов много, и Фонд борьбы с коррупцией неоднократно публиковал такие факты, после чего Песков только будет выглядеть весьма и весьма бледно. И, конечно, не только Песков, а Путин в первую очередь. По поводу, кстати, дела «Чайки», как продвигаются ваши попытки? Вы провели лингвистическую экспертизу, да? У нас, мы продолжаем наши попытки судиться. Сколько судов уже отказали? Уже у нас было, это нельзя сказать, шесть судов. У нас сейчас идет шестая волна. Шестая попытка подать иск. Шестая попытка подать иск, потому что суды, все фактически московские суды заявили, что мы не имеем права судиться с «Чайкой», он такой великий, к нам это отношение не имеет. Мы заказали очень смешную экспертизу, которая доказывает, что фамилия Навальный означает человека по фамилии Навального, будем требовать и доказывать это в суде. Все это, конечно, рассматривается как такие юридические курьезы, но поднимает проблему огромную, потому что выясняется, что чудовищный коррумпированный генеральный прокурор продолжает оперировать, продолжает возглавлять генеральную прокуратуру. И бороться с коррупцией. Якобы бороться с коррупцией, и ты не можешь выдвинуть ему обвинение, ты не можешь подать на него в суд, зато он имеет возможность сказать, что это все иностранные спецслужбы, и полностью после этого уйти от ответственности, а все вроде как проглотили, и ничего не произошло, и ничего не произошло.